Александра Трусова на первом взрослом турнире обновляет два мировых рекорда и навсегда входит в историю. Сезон в фигурном катании стартовал сразу с хитлайнеров, без разогрева. Вторую неделю подряд лучшие фигуристы мира выступают на второстепенных, но от этого не менее интересных турнирах. В этот раз повезло Брадиславе, где на Мимирале Андрея Непила на глазах немногочисленных очевидцев творилась история фигурного катания. Появление Александры Трусовой на взрослых соревнованиях можно сравнить с падением метеорита. О том, что это случится, все знали еще прошлой весной, понимали возможные последствия и все равно ничего не могли поделать. Чтобы придумать способ остановить метеорит лица Трусовой, у тренеров и спортсменов всего мира было три месяца межсезонью. Но что можно противопоставить трем четверным прыжкам? Только четыре четверных прыжка. На такое пока не способен никто, кроме самой Александры. И теперь, когда метеорит все-таки упал на землю, земля в лице женского одиночного катания никогда теперь не будет прежней. Со три первых прыжковых элемента Александр набрала почти 44 балла, а всего за технику более 98 баллов. Это невероятная сумма, потому что огромное количество фигуристок в своей карьере едва перешагивает за отметку 100 по произвольной программе в целом. Единственная ошибка была допущена Сашиной каскаде. Из-за неуверенного приземления после первого Луца Риттбергер получился лишь двойным. Трусова вошла в историю как первая исполнительность четверного тулупа. Четверного тулупа в каскаде странным и первая фигуристка, исполнившая три чистых четверных прыжка в произвольной программе. После двух мировых рекордов за произвольную программу 163,78 балла и по сумме 238,69 баллов. Фишка с трансформацией костюма в короткой программе позабылась. А она была. Переход от темы песни Солбей к пещере горного короля, обыгранном в том числе сменной цвета платья. С невинного белого на мрачный графитовый. Особенно интересно было узнать, как оценят Трусову в компонентах. Этой составляющей оценки она пока может проигрывать многим подругам по команде и некоторым соперницам из других стран. Но по сравнению с чемпионатом мира среди юниоров в 2019 Саша даже прибавила во второй оценке ровно один балл в произвольной программе и получила те же 32,2 в короткой. Трусова действительно пока будет проигрывать компонентами порядка 10 баллов, признанным звездом Медведева и Загитова и Мияхари. Но те же 10 баллов она легко перебьет превосходство в технической базе. И уже теперь можно сказать, точно единственное, что может помешать Александре выиграть все золото в сезоне – внезапно возникшие проблемы со здоровьем. Если здоровье Сашу не подведет, остальным останется бороться за второе место. Другие россиянки Станислава Константинова и Мария Соцкого, выступавшие в Братиславе, не смогли показать свое лучшее катание. И даже при относительно слабом составе турнира не вошли в пятерку. Константинова – седьмая, Соцкого – девятая. Соревнования мужчин оставили зрители в смешанных чувствах. В короткой программе заметно выделился Дмитрий Алиев. Впервые за долгое время чисто исполнивший два четверных прыжка – Луц и Тулуп в каскаде. Судьи с воодушевлением отметили его многочисленные достоинства как фигуристы и оценили прокат на личный рекорд 101,49 балла. Дмитрий впервые в карьере преодолел планку сотни. Удержать взятую высоту в произвольной программе не удалось. То есть тройной Луц вместо четверного, падение на Тулупе, потеря каскада, недокрут на тройном акселе. Но остальные спортсмены катались на только плохо, что по сумме двух программ никто не смог приблизиться к Алиеву меньше чем на 20 баллов. Он первый. Александр Самарин занял четвертое место. И самое грустное здесь не то, что ему третий сезон подряд никак не покорится пьедестал словацкого челленджера. Самое грустное, что у Саши перестал получаться четверной Тулуп. Пропал второй аксель в произвольной программе, а в короткой запланирован неподъемный пока технический набор из четверных флипа и Луца. При этом тренер Светлана Соколовская после объявления оценок за произвольную программу ушла из Кисандкрая, не дожидаясь своего ученика. Сезон у Самарина начался совсем не так, как хотелось бы. Интересным обещал стать для российских болельщиков танцевальный турнир в Братиславе. Сразу три наши пары впервые в сезоне здесь выходили на соревновательный лед Виктория Синицына, Никита Кацалапов, Бетина, Попова Сергей Мозгов и Софья Ядокимова, Егор Базин. Никто из них не уедет из Словакии полностью удовлетворенным прокатом и результатом. Впрочем, турниры серии Б затем и нужны, чтобы в боевых условиях оценить программы, отметить ошибки и исправить их до этапов Гран-при и Чемпионата России. У всех пар есть проблемы разной степени, сложности с паттерном, секцией, обязательных шагов. Ядокимова, Базин получили за паттерн самый низкий базовый уровень, ни один из четырех оцениваемых моментов и поинтов в секции не выполнен корректно. С Синицыной Кацалапову и Поповой Мозговым паттерн оценили третьим уровнем, что не так плохо, но и непредельно. В произвольном танце Виктория и Никита смотрелись увереннее всех, несмотря на некоторые шероховатости, которые должны сгладиться по мере вкатывания танца. Но отвращение стоит доработать. Терять на нем сразу два уровня – непозволительная роскошь для пары из мирового топа. Бельцена Попова и Сергей Мозгов значительно поменяли свою богемскую рапсодию после открытых прокатов и чисто исполнить сырой пока танец и повешал развязывающийся шнурок у партнера. За помарками последовала серьезная ошибка – падение обоих партнеров, хотя и не на элементе. Суперподдержку, ставшую почти брендом постановки из-за риска получить штраф за несоблюдение тайминга, переставили в конец. Теперь она выполняет роль хореографического элемента без уровня. Результаты дуэтов – Синицына-Кацалапов победили с суммой 198,14. Попова-Мозгов заняли четвертое место с оценкой 174,12. И в Дакимово-Базин замкнули семерку лучших – 164,62. Сама Трусова восприняла случившееся очень спокойно, если даже не буднично. Так поулыбалась слегка в ожидании оценок, сидя на диванчике с тренером Сергеем Дудаковым и все. Никаких потрясаний кулачками, никаких ликующих выкриков, да и улыбка на лице Саши выглядела довольно усталой. Мировые рекорды даже ей даются тяжело. После в интервью она ответила на несколько вопросов. «Вы сделали четверные прыжки? Что планируете дальше? Посмотрим на следующих соревнованиях», – ответила она. Этот уклончивый ответ может означать все, что угодно, вплоть до тройного Акселя, который Трусова учит на тренировках, но по ее же собственным признаниям пока не выучила. С другой стороны, если Акселя и правда нет, то с чего ей темнить? Может им с Этери Тутберидзе мало трех чистых четверных с двумя мировыми рекордами, и они там в Самбо-70 задумали нечто покруче? Тут надо пояснить одну принципиально важную вещь – если Трусова добавит тому, что у нее уже есть Аксель 3,5 оборота, его на любом турнире можно исполнять трижды, два раза в произвольный и один в короткой, где четверные запрещены. Это даст Саше гигантское преимущество на порядок больше нынешнего. Но так или иначе, последить за следующими соревнованиями, как сказал Атрусова Батиславе, теперь точно стоит. Это будет неофициальный командный турнир Japan Open, где 5 октября Саша будет катать произвольную программу. Коротких там нет – в составе сборной Европы вместе с двукратным чемпионом мира Хавьером Фернандесом и Загитовой. Да-да, новые и бывшие рекордменки мира на один день станут партнершами. Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поздравила двукратную чемпионку мира среди юниоров Александра Трусова с двумя мировыми рекордами и сказала, что нынешнее достижение далеко не предел для этой фигуристки. Поздравляю весь преподавательско-тренерский состав с выдающимся результатом. Сашка – чудесная девочка, и она ведь еще не все сделала, потому что пока почему-то в женском одиночном катании нельзя делать в короткой программе четверные прыжки. А мужчинам можно. Логики никакой, я не вижу в этом. Не разрешено. Убрать это не, и думаю, результат будет под 300 баллов. Но им таким образом процесс не удастся остановить. Еще раз поздравляю ее и всех ее подруг, товарищей, у которых она училась, и которые все вышли из этой группы, сказала Тарасова. Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров поделился мнением о дебюте российской фигуристки Александры Трусовой на взрослом уровне. Никаких опасений за дебют Трусовой у меня не было. Как ни крути, она по-прежнему маленькая девочка, не чувствует груза ответственности и легко прыгает эти сложные прыжки. Ей проще, чем тем, кто старшим. Хочу поздравить ее с таким дебютом. Она молодец, заявил Костомаров. Он также сравнил дебютное выступление Трусовой, в котором она исполнила 3 чистых прыжка в 4 оборота в одной программе, с тройным акселем в исполнении японки Мидори Ито. Она была первой женщиной, которая сделала его на официальных соревнованиях. Это было в 1988 году, и это было реально очень круто. Конечно, это событие знаковое событие в карьере, добавил фигурист. Победитель первенства России Даниил Самсонов выиграл пятый этап юниорской серии Гран-при в Польше, установив три мировых достижения среди юниоров в короткой, произвольной и по сумме двух программ. После соревнований фигурист прокомментировал свое выступление. На моем первом Гран-при в Риге не все получилось, потому что я в первый раз вышел на соревнования такого сильного уровня. Сейчас в Польше намного легче катался, так как знал, как выступать на международной арене, и прокаты получились лучше. В целом, свои выступления в серии Гран-при оцениваю достаточно неплохо для первого раза. Будем стараться. Победа в Польше для меня означает только то, что я стал более уверенным в себе, и не стану сомневаться, когда выйду на лед, потому что буду знать, я все могу сделать. На втором этапе Гран-при было легче, потому что я знал, как представлять свою страну на международном уровне, не так сильно нервничал. Плюс мне понравилось выступать на этапах Гран-при. Мы поработали после первого этапа над ошибками, которые были в Риге, и в Польше получилось довольно неплохо. Между двумя этапами Гран-при работали над теми ошибками, которые были, обращали внимание на дорожку шагов, чтобы сохранять уровни. В Польше они уже были выше. Теперь буду ждать результатов двух оставшихся этапов Гран-при, после которых станет понятно, выйду ли я в финал серии или нет. А главная цель усложняться, потому что мир фигурного катания, особенно мужского, не стоит на месте. Все прогрессируют. Иностранные мальчики очень спрогрессировали в этом сезоне, поэтому надо усложняться и усложняться, заявил Даниил Самсонов. Продолжение следует...